На совещании с участием руководителей Домоуправления районов Сухума, департаментов и хозяйства благоустройства города, Беслан Эшба с негодованием отметил, что состояние чистоты в столице не считает даже удовлетворительным. Состояние чистоты в городе не считают даже удовлетворительным. Поэтому призываю всех выполнять свои прямые обязанности по поддержанию порядка и чистоты в городе. Город поделен на части между подразделениями МУП благоустройства. Руководители этих участков рассказали, что испытывают кадровый дефицит, не хватает рабочих рук, а производительность труда упала, когда наняли местных рабочих, заявили они. По их словам, пандемия коронавируса и введенные ограничения вызвали отток трудовых мигрантов из Средней Азии. Местные жители с неохотой идут на такие виды работ, а если идут, не хотят исполнять свои обязанности. Поэтому периодически муниципальное унитарное предприятие благоустройства дает объявление о наборе сотрудников. Беслан Эшба сделал замечание и руководителям домоуправления, заметив, что во дворах многоэтажных домов скапливается мусор, грязь и растет трава, которую надо своевременно косить. Эшба указал, что очень грязно в новом районе и поручил исправить ситуацию в срочном порядке. Если пойти ниже 30 сентября или еще ниже там, там приличное количество мусора до сих пор лежит. Активно взаимодействуйте и согласуйте график вывоза мусора в благоустройство. Будут приниматься меры, вплоть до расторжения договоров и персональной ответственности за чистоту и за порядок в городе. На совещании также отмечалось, что за чистотой на улицах, парках и набережной необходимо следить с утра до вечера. По словам главы столичной администрации, недостаточно один раз в день подмести и вывести мусор. Необходимо поддерживать наведенную чистоту. Вот это очень важный момент. Я уже много раз это говорил, но похоже никто не исполняет. Прошли, почистили, оставили ответственного. Вот он ходит и собирает мусор понемножку, который образуется в течение дня. Это практика везде, во всем мире. Не получается, один раз прошли, после вас там образуется мусор. А вы ждете следующего дня, следующие смены, чтобы опять прийти и убрать. А за это время там мусор лежит. Понимаете? Обязательно определить ответственных после того, как произвели уборку. Глава города заострил внимание и на проводимой сезонной обрезке деревьев по Сухому. Он отметил, что порой действия некоторых вызывают желание немедленно остановить работу и вызвать наряд милиции. Что касается обрезки. Вы понимаете, что у нас очень много замечаний по этому поводу. Никакой самодеятельности. Последний раз я хотел попросить отправить наряд милиции, чтобы задержали всех, кто режут. Вот до этого дошло. Еще раз повторяю, строго-настрого. Никакой обрезки. Пока все соседи не согласуют, пока не получим экологическое заключение, никто никуда ни на какие частные заказы не ездит. Строго-настрого. Администрация города Сухум доводит до сведения горожан, что 20 мая планируется провести акцию «Чистый город» и призывает всех принять в ней участие. Беслан Эшпе на совещании озвучил двухнедельный срок на подготовку к акции. Администрация столицы выработает четкий план реализации проекта. Предоставит вышедшим на акцию «Чистый город» необходимый инвентарь. Установит контейнеры, чтобы сразу вывезти собранный мусор. Мэр уточнил у руководителя МУК благоустройством, как выполнено его поручение в преддверии 9 мая по наведению чистоты на набережной в районе памятника неизвестному солдату. Саид Курипа рассказал, что необходимые работы будут выполнены в срок, в том числе по замене плафонов.